Привет, друзья! Сегодняшний обзор, кстати, снова для вас проведут говорящие руки. Сегодняшний обзор, я думаю, что лучше всего подходит для рубрики Первый взгляд и имеет он, кстати, небольшую предысторию, о которой я сейчас вам расскажу. Дело в том, что после выхода моего обзора с плетенками, где я тестировал ультралайтовые плетенки, ко мне обратилась одна из компаний, чья плетенка была там в тесте. Кстати, представители этой компании не просто посмотрели это видео, они еще комментарии прочитали. И вот там в комментариях, по-моему, даже несколько человек писали о том, что посмотрите Константин резину этой фирмы, я говорю про фирму Акой, она очень интересная, типа, и сделайте обзор, скажите свое мнение. И, в общем, они предложили мне прислать, скажем так, на обзор какую-то свою резину, чтобы я, соответственно, посмотрел и показал вам. Ну, в общем-то, обычный Первый взгляд, которых у меня уже на разных, на кучу приманок много. Но больше всего они меня, конечно, завлекли эксклюзивом. Скажем так, не то, что даже эксклюзивом, а у этой компании в этом году должны выйти какие-то новые приманки. Сказали, очень оригинальные, разрабатываются уже какое-то время, и приманки классные. Вот они перед вами лежат. Это, в общем-то, предсерийные образцы. Вот они именно в таком поставляются, без пачек, без всего. И этим они меня, конечно, заманили, заинтриговали. Очень интересно их было посмотреть. Собственно говоря, в этом обзоре сегодняшнем я покажу вот эти вот приманки, которые сейчас лежат. Покажу ту резину остальную, которую они мне прислали. И также я попросил докинуть еще к тому, что они пришлют, несколько бобин плетенки. В данном случае, там, опять же, в комментариях к видео с плетенками, кто-то спрашивал, толстая плетенка от Акой, пойдет ли она для джерков. У меня такой не было, я попросил ее доложить, чтобы и самому посмотреть, ну и, соответственно, вам показать. Начну я, как и говорил, с предсерийных образцов, названий которых я не знаю. Точнее, как в письме мне их озвучивали, но я забыл. Ну и не суть, я думаю, когда они появятся, в общем-то, никакой интриги в этом не будет. Приманки интересные, и, скажем так, я... Мне кажется, что я на рынке ничего подобного не видел, подобных форм. Если я не прав, поправьте меня. Вот, допустим, вот эта приманка. Не знаю, мне вообще очень понравилась. Имеет вот такое пухленькое, как бы, мясистое и пухлое тело. И, что самое главное, у этого мясистого и пухлого тела, такой вот длинный, длинный и тонкий хвост. С такой тонкой и прямо вот огромной, наверное, да, даже по соотношению к телу видно, видно огромной пяточкой. Не знаю, мне почему-то очень нравится такой концепт. Я думаю, что работать будет классно. В принципе, двойник сюда можно засадить. Можно даже попробовать, наверное, сделать как-то не зацепляйку. Но это я так просто фантазирую. Я еще не пробовал оснащать конкретно эти приманки. Я, безусловно, их тоже оснащу. Не знаю, каким образом. Но половить я на них попробую, потому что интересные. И, что еще сразу отмечу, у меня они лежат на пачках от других примана какой. По той причине, что они очень жирные. Реально, они очень жирные, очень пахучие. Прям такой амбре стоит на всю комнату. И плюс, я так понимаю, они съедобные. Потому что, когда я на них надавливаю, выделяется соль. Так что, по всем признакам, это однозначно настоящая, не просто пропитанная, а именно съедобная резина. Я как бы классифицирую резину, та резина, в которой есть соль, та резина для меня съедобная. Та, в которой соли нет, пропитанная. Может быть, я не прав, но для себя я вот как бы решил, что у меня будет такая классификация. Ладно, идем дальше. Еще одна из новинок, из предсерийников, это вот такой вот виброхвостик. Чем-то отдаленно, ну, наверное, даже совсем отдаленно напоминающий о воронку. И тот, скорее всего, только вот этим рифлением, которое о воронке только сделано здесь. Хотя на рынке я где-то еще видел у кого-то подобные такие, как у компьютерных кулеров, как же они называются, радиаторы, да. Типа вот как у радиатора такое рифление. А, ну, единственное, что я нашел, точнее, не то, что на что нашел, а у меня есть мои любимые твистера от Юма, у которых тоже есть вот такая, как бы, радиаторная решетка по всему телу. И которая, если смотреть в воду, скажем так, когда она приземляется в воду, именно воздух задерживается в этих гранях, и при встряхивании пузырьки воздуха поднимаются. Кстати, очень красиво где-то было видео не этих приманок, а, по-моему, Юма, где вот именно показано, как в воде работает, скажем так, такая вот... И пусть будет рифление. В общем, приманки однозначно с претензией на оригинальность и, в общем-то, производят положительное впечатление. Мне такие приманки в коллекции иметь хочется. Ну, не конкретно даже в коллекции, это я так загнул, а именно иметь в своем арсенале, чтобы на них ловить. Ну, и еще также среди таких размеров больших представлены микро... Наверное, даже правильнее сказать, микровариант этих приманок. Ну, естественно, нашего всеми любимого полосатого окуня. То, что по окуню, это будет супер-мега-хит. Даже можно не ходить к гадалке. И, в общем-то, это и так ясно, потому что таких подобных форм у каждой фирмы есть и не одна. И, естественно, они все по окуню работают очень хорошо. Если у кого-то возник вопрос, когда же в продаже появятся те предсерийники, о которых я сейчас рассказывал, то отвечу, что я не знаю. Ну, вроде как в компании мне писали, что собираются к лету уже в серию их выпустить. Примерно ориентируйтесь на это время. Я так полагаю, что, как и многие компании, ориентируются к концу запрета. Ладно, теперь про другие приманки, которые также мне прислали. Про эти приманки сказали в компании представители, что они ими гордятся. Я думаю, что все, кто вот сейчас уже видит, и в спиннинге более-менее не новичок, уже все прекрасно догадались, что это перед нами вот эти виброхвосты, не что иное, как копия знаменитейшей приманки от K-Tech, которая называется Easy Shiner. У Акоэш называются эти приманки Prime. И что я могу про них сказать? Могу сказать про них следующее. Они очень вонючие. Реально тоже от них запах стоит просто фантастический. На всю квартиру от тех приманок, ну, те, наверное, еще более вонючие, но эти тоже более вонючие, и по запаху они действительно напоминают оригинальный Easy Shiner, ну, по крайней мере, очень схожи. Кстати, к вопросу о съедобности, судя по всему, это тоже съедобная резина, то есть она и пропитанная, и из нее выделяется соль. По крайней мере, что-то из нее выделяется, вот сейчас на руках у меня есть. Так что, скорее всего, это тоже настоящая съедобная резина, и которая пахнет отвратительно рыбным запахом, если кого-то интересует этот момент, так что в этом плане все в порядке. Единственное, что мне кажется, что эта резина, она более живучая, чем Easy Shiner, который, блин, ну, который вообще, расход которого просто фантастический. Если про щуку говорить, то там хвосты улетают просто, раз и нет хвоста. Ну, как бы здесь, я думаю, вы все видите, что примерно, я просто цвета сейчас буду разные показывать, тоже тонкий хвост, и, честно говоря, думаю, вряд ли сильно по плотности материала они отличаются, но, по крайней мере, кажется, что вот он более плотный, более живучий, потому что Easy Shiner оригинальный, вообще он очень тоненький, и идет в расход, ну, просто моментально. Цветовую гамму вы все здесь видите, и она действительно большая и хорошая. Я, кстати, оснастил уже эти приманки для ловли, скоро поеду на Судака, и буду их использовать, в общем-то, по Судаку. По щуке не планирую их использовать, нет, ну, почему, в принципе, тоже попробую, но основная цель все-таки, как и оригинального Easy Shiner, я их всегда использовал по Судаку, и расход меньше, и все-таки Судак любит такого типа приманки. Кстати говоря, в модельном ряду у Акой есть сотые размер, 115 размер, размер сотый, это, я так понимаю, 4 дюйма, 115,5, и есть еще 125, которые мне почему-то не прислали. А было бы очень интересно глянуть 125 размер, что это за колбаса, и, в общем-то, с чем ее едят. Потому что такого даже Easy Shiner у меня тоже нету. А он вообще есть в природе, кстати говоря, не знаю. Но, по-моему, есть, да, у моих друзей, по-моему, есть там здоровые, там, 5-6 дюймовые Easy Shiner. О чем я хотел еще сказать? Да, наверное, я сейчас все свои мысли первичные выразил, так как это первый взгляд, и на эти приманки я еще не ловил, только буду пробовать. Ну, думаю, покажут они себя неплохо. Касаемо цены, они тоже достаточно недешевы, то есть, по-моему, 200 или 200 с чем-то рублей пачка. Ну, если сравнивать с прародителем этих приманок, он стоит почти в два раза дороже, там, по порядку 400 рублей. Так, а, единственное, что еще меня, как бы, огорчило, то, что я просил еще, чтобы мне прислали еще, там, приманки, кажется, Yumi. Мне очень хотелось посмотреть Yumi. А еще больше всего хотелось у компании Akoi посмотреть такую приманку, которая называется Sleek. Я ее приметил вообще еще два года назад. Блин, какая-то она интересная. Она очень напоминает вот эту вот штуку, только там с какими-то клешнями, типа рачка, а также вот полностью даже, наверное, повторяет, не знаю. Пауку не очень хотелось посмотреть, потому что вот эти приманки у меня уже подходят к концу, и их в продаже уже найти практически невозможно. Чуть не забыл, уже складывал приманки. Я хотел сказать, какими размерами крючков их оснастил, просто чтобы у вас была информация, потому что обязательно подобный вопрос последует в комментариях. Если говорить про 115 размер, я использовал крючок 4.0, это DECOY WARM 9 и двойники 1.0, чьи двойники, не помню, там то ли YOSHI ONYX, то ли еще чьи-то, у меня их там, в общем, в россыпи лежат. Для сотого размера я использовал, соответственно, один просто размер двойника и 3.0, и в одном случае я оснащал 2.0 тоже крючками WARM 9. А, ну еще, по-моему, использовал WARM 11 тоже, да. Все, теперь про плетенку. Кстати, у меня в скором будущем выйдет следующая часть про бюджетные плетенки, там тоже будет несколько производителей. В общем, по своему наполнению обзор будет похож на первый, только, естественно, с другими диаметрами. А вообще на плетенку Атакой я уже ловить попробовал, мне нужно было там намотать плетенку срочно, и я, в общем-то, сразу мотанул плетенку на 5 килограмм, а она у меня участвовала в одной из рыбалок. Так вот, больше 5 килограмм у меня не было плетенки, и в этот раз я попросил прислать вообще самую-самую толстую, именно которую можно использовать для джерк. Вообще, посмотреть, что из себя представляют толстые плетенки у этой фирмы, потому что с тонкими все понятно, и там все хорошо. Кстати, я еще спросил, у них серии есть, которые лично я не понимаю, чем отличаются. Они, в общем-то, похожи, то есть это Маск Плексус и Маск Ультра. Сказали, что плетенки действительно различаются и плетением, и чуть технология там разная. Ну, вот так. Хотя, как бы, не совсем это было очевидно, но вот это должна быть более скользко. Опять же, со слов представителей этой компании. Ладно, вот я беру в руки самую толстую плетенку, это 0.3 и тест 18.4 на разрыв. Я сейчас не ставлю перед собой цель показать там вблизи и увеличить сильно, но попробую просто потом приблизить. Ну, реальный такой... Ёлки-палки, сейчас... Реальный такой канат на самом деле, то есть с выраженным плетением, она не круглая, выраженная четырехжилка, такая с таким мощным-мощным плетением и сама производит достаточно мощное впечатление. И, в принципе, я вот... Я думаю, что на джерк она пойдет более чем. Если по разрывной нагрузке для ваших джерков она подходит, то почему и нет? По идее, должна быть нормальная. Потому что я для джерков пользовал и китайскую плетню, было нормально, и пользовал также Дайву Джей Брейд. Сейчас, собственно, и пользую. Следующая плетенка здесь, ну, она уже намного тоньше. Она 0,2 и на разрыв 9 килограмм всего. Так. Ну, тоже достаточно выраженное плетение, хотя меньше, ну, не знаю. Если сравнивать, насколько я помню, с онлайн в таком размере, а я часто и много ловил раньше с онлайном Супер Пе, то она, по-моему, чуть более гладенькая. Ну, это я так, голословно, потому что я уже не помню. Сейчас под рукой 2.0 нету. Ну, в целом, классическая, хорошая, наверное, плетенка 2.0. Так. И еще вот 6.8 килограмм. Это уже из другой серии, Mask Ultra, которая маркируется 0.16. Вот, к сожалению, опять же, к производителю, если говорить, почему не пишут японский размер. Могли бы хоть как-то маркировать, потому что мне не совсем понятно. Ну, вот это вот, в принципе, похоже на 2.5 по Японии. Про эту не знаю. Слишком она такая специфическая, говорить не буду. Сейчас вот эту гляну. Ну, это уже, как бы, да, плетение плотное, хорошее, и сама плетеночка такая более гладкая, чем вот эти. Но она, естественно, и более тонкая, что, в общем-то, очевидно, что она более гладкая. Если говорить про японский размер, ну, если на глазок, то, скорее всего, это полторашка. Да, думаю, что это полторашка. Ну, да. Вряд ли больше. Скорее всего, с размером я не ошибся. Что ж, как бы, это совсем просто превью, поверхностный тест. Не знаю, буду ли я их использовать, буду ли я их тестировать, конкретно в таких больших каких-то размерах, потому что, допустим, в студии уже, ну, какой в студии, просто в моей комнате, даже протестировать 9 килограмм, оторвать руками уже будет проблема. Что ж, на этой ноте я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Это был обзор «Первый взгляд». Строго не судите. Надеюсь, он оказался для вас информативный. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...